здравствуй зритель чуть за последние пару дней я жуть как вымоталась подозреваю что завтра у меня тоже вот такой полдня то точно феерически немножко день но тем не менее я тут купила сегодня обнаружившую одни из джинсов не то чтобы приказали долго жить почему-то очень очень в обтяжку на голенях мои голени да вот эти откручить на той части ног которая под коленом ими это как-то но я как бы могу узкие джинсы в обтяжку носить ну слегка это на меня расстроило так подумала да ну нафиг и решила я поехать купить себе джинсики а еще брюшки потому что у меня были брюшки такие хорошие с кармашками сдохли на них на велики ездила в деревне и тут еще были брюшки которые я реки в твое покупала но они полугода не прожили сдохли сами по себе причем тряпочка на брючках выглядела так будто им лет 15 они чуть меньше полугода ну и в общем зашла я свой любимый магазин который этот самый типа смешные цены на все 50 процентов скидка скидки там уже нет на название отчета как-то мельком прошла вроде как все тоже на самое название но этой скидки нет и в общем истратила где-то 1800 или 1000 как-то так чек у меня тут есть вот в таком это пакетике я перемерила 9 джинсов и трое брючек двое мне как-то то широкие то как-то странно одним вот вообще очень понравились я решила взять думаю если джинсы не подойдут то вы одними брючками отделаюсь но в итоге у меня там продавцы стали охаживать я 9 джинсов померила мне сказали что 25 вымерили я буду как же говорю на брючках 25 написано размер не 26 час узнают вот что ли 25 а джинсы это другое вот знаете я промерила 3 25 все ништяк они вот тупо вот так вроде нормально идут и на нижнем полушарии мозга бы застегнулись но в одном месте очень узкая в это очень узко у меня нога вот пролазит примерно до середины горя не а дальше застревают на чьи ноги это вообще рассчитано не знаю ну что ли конечно же в основе по моему там тупо китайцы китайцы у нас сказочные друзья хотя бывает и не только китайцы сказочные друзья потом значит вторые мне выдали уже 27 22 7 28 29 29 я была в них как карандаш в стакане 27 оказались еще уже чем 25 28 все бы ничего они даже практически натянулись а но вот как-то вот в них присядешь и наверное она уже по икре или бичу а то вот не края то наверно шутки голень по голени она наверное уже вот ну не комфортно короче сменять шило на мыло салатовые брюки на вот это вот мне как-то не хотелось и и потом я еще три штуки померила и одним не были очень широкими одни мне были значит это опять же узки в том самом месте причем 29 размер был одни были вполне себе ничего ну и как бы там модель такая шону тут слегка сужена но вот там даже модель такая которая широкими ногами было все равно узко чем их там делаются как там все в общем чек у меня тут не выдали в этот раз чек а вот хрен с вам вам тут свободная позиция позиция по свободной цене но в общем одна позиция 1000 рублей а другая позиция 790 рублей 1790 рублей и больше никакого названия что это допустим смешные цены или еще какой-нибудь магазин в общем кирдык ни черта благо хоть оплата как-то осталось в общем вот такие вот брючки причем вот это вот 26 размер ну 25 26 ну уж никак 26 не может быть вот при том что я когда брала в примерочную сравнивала вот этой вот так вот и брючки она была один в один в общем тут у нас конечно же химия химией сейчас скажу кто это делал это 3 о метрик коллекции одежды сделано в россии метрик карманы обманы на жопе меня конечно это очень расстроило но когда я их померила не на мне так приличненько сели нормальненько тут вот небольшой карманщик тут вот небольшой карманщик 26 размер 65 процентов полиэстер 25 процентов вискоза 10 процентов эластан ну ладно хоть вискоза тут есть и вот тут у нас эта фигня которую на вот потом отрезать я думаю сейчас них до магазина доползти потому что у меня завтра придет человек на обед а у меня вообще ничего не готово и я уже второй день так настолько замоталась что я и свои то дела не успевать делать вообще не успеваю что я решила быстро суп сделать у меня там есть супер концентрат горохового супа который мои родичи часто используют не обещали эту банку сегодня открыть потому что такая крышка ну мы религия запрещает ее открытие я не умею такие крышки плоские открывать короче вот надо туда этой копченой колбаски тут короче у нас две пуговки ну конечно пуговки слегка на соплях я думала поменять на какие-нибудь другие штанишки ну тот же размер только другую шила на мыло а потом думаю у них везде такие пуговицы на соплях легче уж самой потом пришить вот тут значит у нас мечка такая небольшая но меня немножко напрягает вот эти веревки которые ни к селу ни к городу я думала не затягиваются они просто пришиты может я их потом аккуратно отрежу а может оставлю ну они тут такие красивенькие внезапно эти фигнюшки тут такая как бы апельсиновая срезка какая-то такая елочка чем вот такие штанишки по бокам у них такая белая полоса и тут они как бы загнутая мягкие хорошая на ощупь в общем вот и джинсы но вообще сейчас на цена завышенная за я бы за 380 денег дела я не знаю как у них так получилось и не полтора года вы лишь они там это закрывается у них магазин закрывается магазин и вдруг внезапно магазине закрывается и скидки исцезли не ну реально джинсы за 1000 нормально а вот это вот максимум 400 рублей бы они стоили должны тут у нас тысяча размер 29 инзейн эра за 73 самое прикольное меча приколола я до этого мерила двадцать пятый короче размер тут как бы модель 1 но тут 25 размера была точно такая же талия а вот брючины были зауженные и она как бы с такими типа потертостями слегка я-то конечно хотела бы без потертостей ну да и чем меня приколола совсем тут значит красненькая джинс а на жопе у нас дольче габбана милана италия вот я искала там ошибку где-нибудь но тут ошибки нету я помню у меня есть пиджачок это дольче габбана хлопка у меня сестра занимается одна из собаководчеством или как это называется кинолог ну короче выращивается изготавливает хотела сказать выращивает какую-то дофига крутую породу собак едет по всему миру на выставке с этой породой собак ну и в общем есть у меня маленький такой жакетик я помню на секе еще всякие типа хейтеры вопили типа до обосной докажи это не то из италии она короче привезла а тут у нас вот ну китай китаем наверно потому что вот это вот и блямбы дольче габбан это у меня есть одна знакомая швея которая с моей мамой в одном глазе училась и вот у меня есть один рюкзачок такой самопальный вот она везде там что насувала и джинсы сшиты там и глория джинсы рядом соседствует какая-то фирма вообще отбалды 0 она считает что если на какую-нибудь шмотку рукодельную присобачить кучу логотипов хрен знает откуда то что они вообще друг другом не сочетаются до нее не доходит то это типа круто ну мало ли пусть верует а на этой на самой джинсинки такая типа как бы кожаная фигня и на ней зэ зэ и инсэ и нэра хз как ее читать на кнопочки у нас джинсвир на всех остальных кнопочках тоже чем довольно глубокие такие но не сказать что дофига глубокие но рука вот так вот помещается кармашки очень маленький но узкий и длинный вот аж вот так карманчик вот тут что туда засунется наверно для тех кто курит они могут сунуть зажигалку но я не курит поэтому мне не значит туда засунутся небольшие кармашки на жопе мягкие уютные джинсы они мне ну может слегка широкие вот бывает у меня несварение желудка или чего-то там особенно во время обострения весенне осеннего вот обострение пройдет и придется мне их с ремнем носить но до этого я мерила голубые все хорошо таки свободные классные джинсы вот настолько это при моем теперешнем состоянии когда мне в каменто иногда пишет ты беременна ну такие феерические идиотки обоего пола у которых чувство так то отсутствует также как мозга мозг точнее ну и в общем я думаю если но мне сейчас вот так вот широко настолько то скину я естественным путем лишний кг и вообще в них потеряю даже если не на ремне будут хорошенькие джинсики меня конечно и черные джинсы но они такие специфические вот одеваешь все нормально они те длинные такие ниже щи и колотки все можно по полу волочиться пройдешь метров 20 и они вот настолько забираются в чем прикол не знаю но я покупала в какой-то там планете семьи или одежда семи хз нас начинал год назад тоже перемелила дофига джинсов ну и в общем я думаю взять деревню потому что в деревне какая разница на них в них хорошо на велике ездить из салатовые у них на велике хорошо ездить но у меня сиденье вот уже два года велику третье три года третий будет кстати у нас уже на велике ну принципе и зимой то ездили но я думаю что уже завтра если я живая останусь а после во второй половине дня сходить за великом глянуть если его накачивать не надо немножко прокатиться короче зеленые вот они салатовые которые точнее джинсики которые в ногах внизу устали узкие они очень красятся попка об сиденье велика не знаю почему жарко бывает краситься дождик пойдет краситься ну конечно есть стиралка можно постирать но проблемно это как-то геморрой в общем такая салатовая попка она не такая серо-черная полоса потом есть у меня рваная джинс там в одном месте надо под зашить потому что как-то хоть они рваная я же умею пятые углы сшибать на в круглой комнате то в общем я за что-то зацепилась там немножко чуть больше чем рваная даже уже видно что это рваная не декоративно ну в них как бы на велике не поедешь они были такие красивые гламурные есть у меня теплый джинс который я покупала в этой в прошлом году перед самым началом зимы в этих смешных ценах когда еще у них были скидки кстати хозяин там оканцы один и тот же я всегда думала что тупо продавец или так какой-нибудь чувак который ошибается от неча делать ну и продавцы правда у них опять по большей части сменились а которые вот так вот ходят и ничего не знают в этот раз ходят и знают мне сказали шоу вантовы шоу это 25 это на 40 42 а у вас 44-46 по 46 мне был велик 44 подошел ну и джинсы там покупала эти теплые с начался мне всю зиму не ходила пару растирала ништяк они нормальном состоянии чем много чего в этом магазине покупала вот потом как-нибудь зайду гляну как у них там надо было вообще посмотреть как у них ивановский трикотаж почем сейчас стоит потому что я так поняла что скидок теперь нет но если скидок нет но что-то путное все равно будут попадаться буду там покупать потому что там напротив есть магазин какой-то бренч и вот ощущение что с одной базы брали только там немножко потрепала я в общем у нас вот два ролика это вот ролик шматья и потом у меня будут ролики еды пока